Мини-футбол в Алтайском крае любят. Почти 100 команд в этом сезоне вступили в борьбу за летний кубок по мини-футболу под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. Однако до Толтового матча доходят сильнейшие. В этом году в финале встретились два принципиальных противника. Люмпини команда в этом сезоне выиграла все возможные награды. Остался только кубок. И Олейск. Банда, которая умеет обыгрывать даже виртуозных соперников. Два месяца назад они выиграли Люмпини в чемпионате. Но финал, как известно, дело тонкое. Готовились к этой команде. Очень сильная команда. Будем играть от обороны с ними. Будем бороться до последнего. Матч начался по всем канонам финального поединка. Соперники поочередно буквально выгрызали себе каждый участок площадки. В такой плотной игре болельщики, а их было сотни, получали кайф от игры. Увидели и забитые мячи. В этот вечер футболисты сполна одарили эмоциями своих болельщиков. Основное время матча завершилось в ничью 2-2. И напряженный исход матча для зрителей – серия послематчевых пенальти. Кто-то думает, что это лотерея. Но игроки думают совсем по-другому. Это скорее хитрость какая-то. То, кого перехитрит. Но вот в данном эпизоде со мной, с Диманом я пошел. Ну, он меня перехитрил. Я там мяч не поднял маленько. А остальные здорово ударили. Жеков Довектос выручил сегодня. Молодец. Точнее всех с точки оказались игроки Люмпини. Феерил на линии ворот и их вратарь, который отбил два важных удара. Как итог. Люмпини – обладатель кубка. Финал должно так складываться. Но он тем и ценнее получился. Потому что приходилось по ходу отыгрываться. То есть ребята действительно сделали большой объем работы. Показали силу воли плюс характер. И дожали. Это очень-очень важный момент. И вообще для становления команды. На этом летний сезон в мини-футболе завершен. Небольшой отдых от игры в мяч. И буквально через пару недель. Старт с зимнего сезона. Там борьба за чемпионство будет также с самых первых игр. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.